Добрый вечер, инстаграм. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Запланированный наш эфир, обещанный. Присоединяйтесь. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Мне приятно, что вы голосовали и ждали, так что, добрый вечер всем. Здравствуйте, ну всё, слышно меня, видно, всё хорошо у нас, у нас сегодня небольшая смена локации, поэтому, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Не может такого, что нет звука. Звук должен быть, напишите мне, что звук есть. Есть, ну отлично. Хорошо, здравствуйте всем. Последнее время в моем инстаграме все чаще звучит эта тема, нет отношений, либо вторая тема, я его исправлю. Я, возможно, сделаю эфир, я его исправлю на своей странице в фейсбук или сегодня или воскресенье, посмотрим, как пойдет. Скажу, что поскольку весь контент генерируете вы, я прямо обратилась к вам с вопросом, какую бы тему вы хотели здесь в инстаграме, и вы все мне написали, ну 65% проголосовавших были за тему нет отношений. Собственно, сегодня мы с вами об этом поговорим, но у нас с вами в инстаграме особые отношения, и они звучат таким образом, что выглядят таким образом, что я стараюсь выходить с каким-то коротким ответом на вопрос, а потом уже дальше отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете рандомно, которые я вижу и высвечиваются здесь. Поэтому все, все правила сохраняются. Единственное, что сегодня будет намного больше, наверное, ответов, потому что я когда начала готовиться и думать о том, что бы я хотела сказать вам в этом эфире, я подумала, что, наверное, это превратится даже в какой-то такой мини-тренинг или мини-семинар на тему отношений. Хотя, на самом деле, этому я посвятила много книг, и в частности, ваши очень любимые книги про упощение любовью и исцеление любовью. Именно в исцелении любовью, в принципе, я очень подробно говорю о том, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Ну и для тех, кто меня не знает или видит впервые, представлюсь, меня зовут Анна Богинская, я автор известной трилогии «Жить жизнь», трех романов, посвященных свободе от манипуляции, личностной трансформации, достижения счастья. Это первая книга «Жить жизнь», вторая книга «Грех прощения», «Код вознаграждения». Я знаю, что для многих из вас мои книги стали настольными, и вот еще таких двух бестселлеров. Также, благодаря вашей поддержке, конечно же, поддержке моих читателей, это «Исцеление любовью» и «Порабощение любовью». Собственно, здесь на просторах интернет, многие из вас меня знают как раз как человека, которого называют специалистом в теме здоровых и деструктивных отношений. Раньше было только деструктивных отношений, но когда-то очень давно я подумала, что непременно нужно исправить это и все-таки стать человеком, который знает ответы и о здоровых отношениях. Вот, поскольку вообще весь мой контент на моих страницах так или иначе генерируете вы своими вопросами, то, соответственно, я всегда очень слежу и проникновенно наблюдаю и ваши письма, о чем вы спрашиваете, и ваши комментарии. И самая, конечно, для меня большая часть награда – это когда вы делаете репосты. Вот, поэтому сегодня у нас будет тема «Это нет отношений», и мы с вами подробно посмотрим на эту тему со всех сторон. Пока почитаю ваши комментарии, может быть, что-то здесь есть важное или срочное, пока люди собираются. Здравствуйте, здравствуйте. Ура, первый раз на эфире. Так, у меня тут есть большая проблема. Так, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер всем. Глаза огонь. Спасибо. Не могу поверить, что я попала на эфир. Но, на самом деле, попасть на мой эфир достаточно просто. Для этого надо быть подписанным на канал в Телеграм. Вот, и тогда вы будете всегда знать заранее, когда у меня эфир. Поэтому это вообще не сверх задача. Если вы подписаны на мой Телеграм, эфир я делаю достаточно часто, просто на нескольких ресурсах. Это моя личная страница в Фейсбук, это клуб «Жить жизнь», и это, конечно же, Инстаграм. Поэтому, и YouTube еще бывает. Поэтому, если вы подписаны на мой канал в Телеграме, то тогда вы точно знаете, мы всегда информируем, предупреждаем об эфирах. Редко бывает, когда мы не предупреждаем. Вот, но, как вы знаете, у нас есть традиция, кто первый раз на эфире, загадывает желания. Это когда-то придумали вы, и вы же рассказали, как эти желания сбываются, поэтому пусть у вас все получится. Попало, многие пишут, попало, попало, очень красивая для меня. Пересматриваю ваше видео на YouTube, когда накрывает меня. Ну, мы все очень красивые, когда у нас свет хорошо стоит, поэтому... Знаете, этот анекдот, когда режиссер спрашивает, говорит, у вас красивая жена? Он говорит, ну, все зависит от того, как выставить свет. Поэтому, ну, в любом случае, у меня очень приятное, спасибо. Вот, скажите, пожалуйста, как восстановиться после абьюза? Нет сил. Нужно, конечно же, посмотреть мое видео, не могу забыть манипулятора, оно есть на моем YouTube-канале. Потому что, конечно же, я вам очень рекомендую прочитать «Порабощение и исцеление любовью», но как минимум начать с видео, и начать делать 13 шагов Анны Богинской по выходу из созависимых отношений. Поэтому есть даже отдельное видео на эту тему, и в «Порабощение любовью» я очень много об этом пишу и подробно рассказываю через примеры, что это возможно, это возможно сделать быстро. Очень быстро, если вы хотите, то лучше пройти онлайн «Любовь или зависимость», тогда вообще за три дня вы освободитесь от любой зависимости. Хорошо, ну что же, мы переходим к нашей теме. Тема непростая, на самом деле, и будет состоять из нескольких этапов, и важно понять, что мы должны подразумевать с вами, когда человек говорит, у меня нет отношений. Собственно, это то, что звучит у многих из вас в письмах, в комментариях, которые вы пишете, то, что у вас нет отношений. И, как правило, конечно же, в большинстве случаев нет отношений после травмирующего опыта, деструктивного опыта, который мы получили в жизни. Когда вдруг мы пережили вот эту самую агонию ломки, или пережили абьюзивные отношения, или деструктивные отношения, и, соответственно, после этого мы не можем создать отношения. То есть сейчас я не касаюсь в этом видео, в нашем сегодняшнем эфире темы, когда человек, например, был в здоровых отношениях, он был счастлив, но так случилось, что их цели перестали совпадать, и в какой-то момент они приходят, посмотрев друг в друга в глаза, говорят о том, что больше дорога вместе закончилась, и мы расходимся для того, чтобы помочь друг другу быть счастливыми. Вот такие отношения, я пишу очень много об этом в исцелении любовью, они всегда, переход из них достаточно легкий, и ты легко это отпускаешь. И для меня это всегда большой показатель истинной любви. Вы знаете, что я делю любовь на адреналиновую псевдолюбовь и истинную созидательную любовь. Вот истинная любовь она никогда не причиняет боли, и даже когда здоровые отношения заканчиваются, они заканчиваются на какой-то очень теплой семейственной, такой семейной ноте, и вы все равно перетекаете в что-то другое. Иногда вы остаетесь родственниками, потому что у вас есть общие дети, иногда вы остаетесь партнерами, потому что у вас есть общий бизнес, иногда вы остаетесь близкими, очень родными душами и друзьями, которые периодически там переписываются и желают искренне друг другу добра. Вот это вот форма выхода из здоровых, созидательных отношений, когда даже если человек приходит и говорит тебе, ну, больше у меня нет чувств в тебе, я люблю другую женщину или другого мужчину, ты искренне говоришь, будь счастлив, потому что я искренне желаю тебе добра. Вот это про созидательное, это про любовь. Деструктивное созависимое отношение, они, конечно, строятся, базируются совершенно на других деструктивных чувствах. Это в первую очередь на жажде обладания, на жажде доказать всему миру, что я его переделаю, и, собственно, поэтому я хотела очень поговорить об этом в отдельном эфире. На собственной гордыне, конечно же, жиждется вот эта вот история. Ну, и пережив вот этот весь деструктивный опыт, люди действительно иногда не могут создать отношения. И, на мой взгляд, на это есть несколько причин. Первая причина, люди действительно не хотят отношений. То есть, их одиночество становится их выбором после деструктивного опыта. Или, например, когда человек, бывает так, был не очень хорошим браке 20 или 30 лет, и потом развелся, и такой, боже, какое счастье, я не хочу никаких отношений. На мой взгляд, что на самом деле, если вы имели отношения, расстались, и более двух лет остаетесь в одиночестве, по каким-то причинам ваше бессознательное не хочет отношений. Во всех остальных случаях вы обязательно будете в отношениях. Опять с упырем, опять сабьюзером, там, с любым ущербным. Но вы найдете того, с кем вы войдете в отношения. То есть, по большому счету, по факту, если так правде посмотреть в глаза, у людей нет отношений только по одной причине. Они либо сознательно не хотят отношений, да, есть такие самодостаточные люди, которым отношения не нужны, в силу их профессии или чего-то. И вторая категория людей, это когда у нас наша бессознательная не хочет отношений. В чем разница? Сознательные люди открыто об этом говорят. Я не хочу отношений серьезных, длительных, долгих. Я не хочу жениться или я не хочу выходить замуж. Это мой как бы осознанный выбор, и мне вообще классно одному. Такое типа созидательное самодостаточное холостячество. Вторая категория людей, у которых в бессознательном они не хотят отношений, это люди, которые заявляют, что они хотят отношений, а эти отношения не происходят. Как понять, что на самом деле вы психологически находитесь в состоянии, что ваше отношение, ну, с вами случилось вот это состояние, одиночество как выбор. Мы потом будем разбирать, что стоит за этим состоянием. Но вот в книге «Сцеление любовью» я об этом пишу, я прям процитирую. Мысли человека, которые выбирают сознательное одиночество. Десять мыслей человека. Первая мысль – это кругом одни манипуляторы, пережив абьюзивные отношения. Человек говорит, кругом одни манипуляторы, кругом одни психопаты. Вот. И как бы вот определяют свою жизнь, что... Хороших всех разобрали, или он женат. Короче, любой партнер, который встречается на пути потенциальный, с ним явно что-то не то. Здесь у нас в этой ситуации есть две стороны медали. Первая сторона медали, что действительно в вашей жизни встречаются одни манипуляторы, такое действительно бывает. И если это происходит, значит, у вас внутри уже эта мысль превратилась в программу. И со всей толпы здоровых людей вы концентрируете свое внимание исключительно на манипуляторах. Вторая сторона этой медали, почему нам мы это произносим и говорим кругом одни манипуляторы. Потому что наши страхи повторения заставляют нас в любом, даже в нормальном здоровом человеке, видеть манипуляцию. Я всегда призываю, почему я говорю, что после деструктивных отношений очень важно прорабатывать страх повторения, иначе вы свою травматику будете накладывать на каждого. Ну, знаете, как человек, которому изменили, ему потом везде мерещатся изменники. Вот здесь точно так же, да, то есть вы начинаете свою реальность накладывать на любого, даже здорового партнера. Поэтому, если вдруг одна из ваших мыслей, кругом одни манипуляторы, то стоит задуматься, что стоит за этой мыслью, если вы об этом постоянно говорите, проговариваете. Вторая мысль человека, который выбирает одиночество. Нормальных давно разобрали. То есть, это история про то, что он, все кругом уже женаты нормальные, а одинокие все кругом дебилы, да, или там какие-то дефективные, или имеют какие-нибудь проблемы, и у них какие-то, в общем, с ними что-то явно не то. Ну, я, например, категорически с этим не согласна, и я считаю, что в любой возрастной категории есть огромное количество свободных мужчин и женщин в силу разных обстоятельств. Там, начиная от вдовцов и заканчивая от того, что им изменили, или от них ушли, или там, ну, какие-то есть причины. Поэтому эту программу, эту мысль тоже нужно убирать, иначе ваша реальность действительно будет исходить из того, что вы будете видеть только семейная пара счастливая в отношениях, а рядом с вами не будет рядом ни мужчин, ни женщин готовых создавать подобные отношения. Но эта мысль тоже говорит о том, что вы одиночество выбираете сознательно. То есть, вы рационализируете свое одиночество, выбираете, извините, бессознательное это одиночество, и вы даете эту информацию вот через такую мысль. Третья мысль. Мне никто не нужен. Да, то есть, естественно, за этим стоит и страх потери, и страх повторения, и страх, что вас опять будут абьюзить, и много других разных мыслей. Мы чуть позже этого коснемся. Но мне никто не нужен. Это как раз вот эта форма. Меня никто не любит, или меня никто не полюбит, и поэтому мне никто не нужен. Такая защитная реакция. Отношения – это потеря свободы. Тоже любимая мысль, да. Ну, на самом деле, это правда. Отношения, они никогда не могут быть про свободу. Отношения всегда про договоренность и про ответственность. Поэтому, как бы, для меня, что мы подразумеваем под словом «свобода»? То есть, если ты боишься потерять свободу, то как минимум ты не должен заявлять, что ты хочешь отношений. Тогда оставайся холостяком. Но если ты заявляешь, что ты хочешь отношений, и при этом говоришь, что отношения – это потеря свободы, это как раз про то, что в бессознательном уже есть вот этот выбор, этого одиночества через озвучивание таких мыслей. Потеря свободы, или он будет заставлять меня готовить борщ, вместо того, чтобы я висела с подружками или смотрела сериал. Это не так, на самом деле. Отношения могут быть очень разными. Иногда люди же могут жить в разных городах, или даже в разных странах, или даже в одном городе, в разных домах, при этом являться мужем и женой. То есть, как бы, можно договариваться о чем, что важно для вас. Главное – быть честным с собой. Но отношения – это действительно ответственность и договоренность, которые следует соблюдать, если вы хотите, чтобы эти отношения длились. Точно так же, как и ваш партнер. Ему следует их соблюдать, если он хочет, чтобы ваши отношения продлевались дальше. Поэтому отношения – это потеря свободы, это тоже одна из этих мыслей. Пятое – зачем начинать, отношения заканчиваются. Это тоже про мысль о том, что уже был какой-то опыт многократный не очень счастливых отношений. И как бы, ну вот опять, и вот все равно все закончится. Зачем это начинать? Шестое – я интроверт. Да, то есть, мне нравится одиночество. Тоже такая мысль так себе для оправдания собственного одиночества. Вот, и как бы, за которое, как правило, стоит. Я не хочу налаживать ни с кем контакты, я не хочу ни с кем знакомиться, и не хочу вообще ни с ним коммуницировать, и ходить на эти свидания. И мне как бы вот окей, да. И следующее – мне одно и хорошо, продолжение этой же мысли. Моё любимое, с чем я в своё время очень много работала, когда-то называется «Одиночество делает меня лучше». Вот, оно ресурсное для меня состояние. В нём я больше творю, больше работаю, больше достигаю. В общем, в одиночестве, это действительно правда, в одиночестве мы всегда будем более ресурсны, потому что так или иначе, семья, время, мужчина, женщина забирают у вас отношения, забирают у вас время, которые избирают энергию, и психическую энергию в том числе. Но если вы хотите отношений, это ваша плата, что мы вкладываем в партнёра, так же, как и партнёр вкладывает в нас эмоционально, ментально, физически, в том числе, занимаясь любовью. Поэтому, как бы, говорить эту мысль, как бы, естественно, уже явный сигнал, что внутри присутствует это одиночество, как выбор. Моё любимое ещё было когда-то, я сначала достигну целей, а потом займусь отношениями. То есть, например, я похудею, у меня появятся отношения, я заработаю миллион долларов, у меня появятся отношения, я достигну какого-то карьерного уровня, выучу язык. И самое печальное, когда говорят, брошу курить, или справлюсь со своими внутренними деструктивными программами, тогда у меня будет отношения. Вот в этой мысли есть две проблемы. Первая проблема – это то, что в этот момент, естественно, мы не хотим отношения оправдываем с помощью целеполагания, почему мы откладываем вхождение в отношения. Но вторая проблема – что мы можем саботировать достижение собственной цели. То есть, например, вы говорите, вот я брошу курить, и тогда у меня появятся отношения. И как только вы бросаете курить, и уже вот всё, вы закуриваете, чтобы не входить в отношения. Или, например, там кто-то говорит, я похудею сначала, а потом у меня появятся отношения. И в этот момент такой, опа, вот уже ты начал худеть, это такой, ой, нет, опять пойду наемся пирожных, потому что вдруг я похудею, и тогда мне придется создавать отношения. Поэтому вот эта мысль очень правильная, очень неправильная. Вот с ней надо обязательно бороться всеми способами и не накладывать вот эту аскезу на создание отношений. И я призгонаюсь вам, что вы знаете точно, что есть женщины, будучи беременны, от одного мужчины на пятом месяце выходили замуж за другого. Это совершенно не важно, ни сколько вы весите, ни сколько вам лет, и мужчины, ни как вы выглядите и так далее. Если вы действительно хотите создать отношения, и вы полны любви, вы обязательно найдете, кому подарить эту любовь и с кем войти в эти отношения. Поэтому вот эти все программы такие, внутренние, или высказывания, или мысли, они сигнализируют о том, что человек выбирает одиночество как выбор. Ну и десятое, вот это отношения мне мешают работать, отдыхать, дружить, иметь хобби, что они будут ограничивать какие-то мой привычный образ жизни, или его менять. Я, собственно, на это не очень согласен, и поэтому как бы у меня нет отношений. Да, все, что я говорила, в принципе, всегда повлияет, о чем я говорила, на наши отношения. Но тогда мы говорим, я принял решение быть один, и я больше не хочу отношений, потому что, ну, когда вы заявляете, что вы хотите отношений, а у вас есть такие мысли, значит, вы бессознательно принимаете решение быть в одиночестве. То есть для того, чтобы войти в отношения, отношения в вашей голове должны ассоциироваться с чем-то очень позитивным для вашего развития, для достижения ваших каких-то внутренних результатов, для улучшения вашей самооценки и уверенности. Вот, и откуда же, естественно, берется это бессознательное одиночество, да? Оно, одиночество как выбор бессознательным, оно, конечно же, берется из, как правило, нашего деструктивного, негативного опыта, предыдущего опыта жизни. И вот здесь вот очень важный момент, почему я всегда призываю и говорю, не входить в новые отношения, пока вы не проработали боль и понимание, выводы не сделали от ваших предыдущих отношений. Потому что, если это не проработано, вот тогда со временем у вас появляются вот эти мысли, и вы начинаете бессознательно выбирать одиночество. А из-за чего мы? Потому что у нас есть вот эта непроработанная травматика наших страхов, оставшихся от предыдущего негативного опыта. Это страх измены, страх повторения ситуации, страх, что он опять будет манипулятор, страх, что меня опять не полюбят, страх, что меня обманут, страх, что меня предадут. То есть, огромное количество страхов, которые остаются в нашем бессознательном, и мы начинаем, естественно, бояться отношений, а вдруг это случится. Потом, естественно, по классике жанра, поскольку эти страхи не проработаны, мы входим в отношения и, естественно, получаем реализацию этого страха, потому что у жизни есть два пути избавить вас от страха. Либо вы сами избравляетесь от них, либо этот страх становится реальностью для того, чтобы вы поняли, что это не страшно, и смогли этот страх отпустить. Поэтому к чему мы приходим здесь? Мы должны помнить о том, что первый шаг к своему счастью, это достать из глубины все страхи опыта предыдущих отношений и исправиться, сепарироваться от этих страхов, исправить это в своем мышлении, понять, что один дебил на вашем пути, или дебилка, да, это не повод думать, что весь мир такой, да, и не повод думать, что все отношения будут такими. Это был выбор конкретно того человека так поступить. Точно так же здесь, как бы, когда мы говорим, и только после этого, да, уже искоренять из собственного, и уже после этого входить в отношения и задавать себе вопрос, что я хочу отношений. Вторая причина вот этого бессознательного одиночества и отказа, и ухода в прошлое, ой, в одиночество бессознательное, это, конечно, когда мы были в отношениях с явными абьюзерами, и эти прекрасные люди, в кавычках, как вы понимаете, наставили вам огромное количество разных деструктивных программ. Почему я всегда призываю, говорю вам, почему нельзя быть в деструктивных отношениях? Потому что психопаты меняют вашу реальность. То есть то, что для вас раньше было ненормальным, со временем становится нормальным. Плюс, когда наша психика находится в нестабильном, да, дестабилизированном состоянии, то есть, например, происходит какой-то скандал или истерика у нас, или вы чувствуете себя просто эмоционально расшатанной, все, что вам говорит психопат, становится вашей программой. То есть он действительно перепрошивает ваше бессознательное во время скандала. То есть, например, он во время скандала кричал там, ты толстая, ты старая, ты страшная, женщина с ребенком никому не нужна, никто такую, как ты, никогда не полюбит. Ты навсегда останешься одна. Ну, еще есть более страшные случаи, когда они кричат, ты сдохнешь без меня. И действительно, девочки и мужчины выходят из таких отношений деструктивных, с абьюзерами, и начинают болеть непонятными заболеваниями, которые никто не может продиагностировать, потому что они управляемы этой программой. Как работает программа? Ее вам поставили, потом вы получили три подтверждения, и дальше вы в этом убеждены. И, собственно, ответ на этот вопрос такой же, как в предыдущей части. Если бы вы с этим работали, и это все в себе проработали, конечно бы вы это отпустили. Но если вы никогда не задумывались об этом, то такие программы могут просто управлять вами, и вы даже не осознаете, что вы на самом деле находитесь в осеночестве после отношения с абьюзером 4, 5, 6, 7 лет, потому что он поставил вам программу, ты навсегда останешься одна. Или ты никому не нужна. Или такую, как ты, никто не полюбит. Ну и, соответственно, ваша реальность полностью управляема этим выбором. Вы выбираете мужчин, которые никогда не будут с вами в отношениях. Для чего? Для того же, потому что вам нужно подтвердить эту программу. И вот это вот на самом деле такая реальность. Третья причина, когда мы остаемся в одиночестве, у нас нет отношений, это, правильно пишет Настя, как отформатировать флешку. Работать, конечно, с этим. Вы можете пройти мой онлайн отношения для жизни или вместо жизни. Вы можете обратиться к психологу, пойти на терапию. Быстро это, конечно, пройти, например, онлайн. В клубе «Жить жизнь» есть техники. Онлайн, конечно, более глубинно сможет поднять программы, которые вы не помните. Потому что у нас есть такой механизм психики защитной, как вытеснение. И, естественно, очень многие штуки мы забываем. И только с помощью техник мы можем это поднять. Вот. Поэтому главное, чтобы вы сейчас задумались об этом, что вам надо это сделать. А путь вы уже можете определять сами, какой вы хотите. Я в своё время это прорабатывала с помощью собственных техник, которые я использую. И, собственно, я их и рекомендую, потому что они мгновенно меня спасли. И спасли очень многих после меня. Но, опять же, главное, чтобы вы осознали причину той реальности, которая у вас есть. А уже как вы будете это прорабатывать, выбор всегда за вами. И я как бы считаю, что каждый человек может выбирать то, что ему ложится на душу. Так что один из вариантов – это пройти отношения для жизни или вместо жизни онлайн. И ещё третья причина, когда мы остаемся в одиночестве – это наше нереалистичное ожидание. Это моя любимая тема. Я прям книгу этому посвятила. Это просто тема, которую я обожаю. Потому что самое крутое – это вот это нереалистичное ожидание. Это совершенно потрясающая штука. Рассказываю. Она мечтает о том, чтобы рядом с ним был прекрасный принц, мультимиллионер, альфа-самец. При этом он смотрел с ней сериалы, дарил ей подарки, каждый день приносил цветочки. Она такая прекрасная принцесса. Ездил к её маме на дачу. И всегда-всегда они вот так вот прилепились друг к другу и друг друга понимают с первого дня. Он, любимое нереалистичное ожидание мужчины – это она должна быть, как это, у неё должна быть карьера, деньги, она должна быть супер-мега-красавицей с накачанной пятой точкой, с размером третьей груди, идеально просто выглядеть, вообще просто вот сошедшая с инстаграма, отфотошопленная богом. При этом она должна иметь карьеру, деньги, машину и так далее. При этом она должна быть хорошей хозяйкой, вот, хорошим другом. И после всего этого ещё ночью она должна быть просто львицей и развратницей в постели. Ну вот, да. В общем, хочу разочаровать вас, рассказать вам о нереалистичных ожиданиях. В чём главная проблема? В том, что большинство идей в ваших отношениях, тех мужчин или женщин, которых вы ищете, их не существует. Таких людей не бывает. И, собственно, почему психопаты так легко вошли в вашу жизнь? Потому что только психопат способен продемонстрировать нереалистичную идею его жертвы. То есть, подстраиваясь под эту жертву. Понимаете? В реальности, если вы хотите очень богатого мужчину, с вероятностью 99%, вы будете видеть его 4-5-6 часов в сутки. Он, скорее всего, пропустит поход в первый класс ваших детей. Он не будет ездить на дачу к вашим родственникам и смотреть с вами сериалы. То есть, вы должны понимать, что отношения с определённым, не классом, а мышлением человеком подразумевают свои минусы и плюсы. И находиться в адекватном состоянии и понимании того, что для вас важно. И вот отсюда идут эти нереалистичные ожидания. Помните, как я пишу в исцелении любовью? Сказки часто заканчиваются словами, и жили они долго и счастливо. В волшебных сюжетах вы не найдёте ответа на вопрос, пилила ли золушка принца, когда он пошёл с друзьями на футбол и напился как сапожник? Что делала спящая красавица, чтобы сохранить влечение через 20 лет? Часто ли превращался в чудовище возлюбленный другой красавицы? И одному богу известно, как вытерпал семерых гномов избранник Белоснежки? Мы выросли на романтических историях с хэппи-эндом. И многим кажется, что влюблённые пары витают в облаках. Девочки, даже повзрослев, продолжают думать, что отношения – это соединение двух идеально подходящих половинок, которые вечно сисюкаются друг с другом, а правда в том, что здоровые отношения – не сюжет романтической книги или фильма. За концовкой «И жили они» следует продолжение, которое часто укладывается в формулировку. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Вот, поэтому книга «Исцеление любовью» докажет вам другое, что все счастливые семьи счастливы по-разному, а несчастные, они одинаковы. И вот эта идея ещё вторая нереалистичных ожиданий, что мы, насмотревшись странных фильмов, которые не имеют никакого отношения к реальности, и начитавших сказок, хотим получить в реальной жизни то, что вообще априори невозможно. И вот это вот вам стоит над этим подумать. На мой взгляд, и, собственно, то, чему я учу в отношениях для жизни или вместо жизни, что для того, чтобы создать созидательное отношение, у нас должно быть несколько очень важных аспектов. Это внутренняя самодостаточность, внутренняя самоценность, наши ценности, наши цели. Когда мы вот находимся в балансе с этим всем, мы выбираем партнёра подобного себе. То есть, когда партнёр для нас должен закрыть или решить наши вопросы, то значит, мы не ищем счастливых отношений. Мы ищем кошелёк, мы ищем надпись муж, или надпись отец моих детей, или там надпись я в отношениях. Но это всё не имеет как бы к счастливым созидательным отношениям ничего вообще общего. Поэтому, когда вы говорите, у меня нет отношений, первое, подумайте всё, о чём я вам сегодня сказала. Второе, что очень важно, задайте себе вопрос, а какой человек мне нужен? Какие важные качества в этом человеке должны быть для меня? А потом второй вопрос, а что я готова дать этому человеку взамен? Потому что история сегодня, на мой взгляд, невозможное отношение с самодостаточным человеком, где вы, он очень успешный, а вы просто красивая. Сегодня красота обесценилась благодаря Инстаграму. Ты открываешь Инстаграм, у тебя целый Инстаграм миллионы, очень красивых. Понимаете? То есть за красотой должно стоять что-то ещё, если вы хотите длительных отношений. И, естественно, когда мы говорим о том, что и мужчины изменились, они не готовы уже вестись только на красоту. Поэтому я всегда говорю, первое – это качество, а второе – а что я могу дать этому человеку взамен на эти качества, которые он может мне… Соответствую ли я этому? Если я хочу успешного человека, я тоже должна быть успешна в своём понимании, в том направлении, где я нахожусь. Если я хочу здорового человека, то тогда я думаю о том, что я тоже должна быть здоровой и так далее. Почему? То есть, на мой взгляд, это здоровое отношение во взаимодействии. А когда я тут сижу вся такая никакая, и при этом мечтаю о принце, этот принц в это время тоже ищет принцессу. И, конечно же, он будет выбирать эту принцессу. И вот эта идея, после того, как многие из вас посидят и подумают о том, что я сейчас схожу на курсы и научусь манипулировать, и стану охотницей, которая благодаря приёмам… Как это? Любят стервы, стерв, да, типа мужчины любят стервы, вот я буду его херить, а он меня будет любить. Возможно, он будет за вами бегать, но это не будет никакого иметь отношения к любви, вот. И кроме того, этими приёмами вы никогда не сможете привлечь самодостаточного человека в собственную жизнь. Этими приёмами вы получите или нарцисса в отношениях, или психопата, или человека с моделью любви отвергнутой. И человек с такой моделью, вам нужно будет его всё время отвергать, иначе он будет постоянно от вас уходить. Поэтому на чём нужно… Манипуляция, она прекрасно работает на коротких дистанциях, но манипуляция никогда не сработает на человека, который самодостаточен, которого вы ищете на самом деле. Вот, поэтому развивать нужно в первую очередь себя, свои ценности, и быть той личностью, с которой хочется быть, с которой хочется ходить на свидания, смотреть в глаза, молчать, иногда говорить. Вот, и тогда, тогда вы сможете увидеть, что в этом мире очень много самодостаточных, прекрасных мужчин и женщин, которые относятся с уважением, доверием, заботой, любовью к вам. И которые берегут и ценят те минуты, которые вы проводите вместе. Поэтому это к разговору о том, что можно сделать отдельный эфир на эту тему. Потому что я говорила, я ненадолго, но я уже проговорила 40 минут вообще там. Друзья мои, я вам не надоела ли, а? Хорошо, давайте чуть поотвечаю. Я, по-моему, все, что хотела, сказала. Вот. Ну и, может быть, что-то договорю, если вдруг вспомним. Так что у меня тут какая-то странная история происходит. У меня шатается что-то, не могу понять, что. Так, вроде не стол у меня шатается, и не это. Так, хорошо. У меня манипулятор был 4 года, с помощью вашей речи поняла и послала. Добрый вечер. Как заказать книгу? Книга находится на сайте annaboginskaya.com. Так, Анечка, подскажите, как техники в клубе, пожалуйста, как техники в клубе работают? Как понять, что я проработала установку благодаря? Само ощущение, ощущение освобождения, счастья, радости. И вы перестаете этого бояться, и смотрите на это все совсем иначе. Огромное вам спасибо. Спасибо вам, Снежана. Лучше спасибо для меня, это ваши репосты. Помните о том, что когда вы делаете репост, вы действительно можете кому-то спасти жизнь. Вот, и мы с вами это делаем вместе. Так, спасибо за добрые слова, столько комплиментов, как всегда. Здравствуйте, я люблю очень сильно человека, но он мне как... Но он мной, мне как манипулирует, и пропадает на время, что мне делать? Внимание, с чем мы наиболее часто путаем манипуляцию? Первое, это отношение с в любом треугольнике. Не только женатая, но и бабники, ловеласы и прочее. Вторая, вторая, и даже, например, человек может быть с вами в отношениях, а в это время мысленно думает о другой женщине, например, они расстались, у него не закрыт еще этот гештальт по предыдущим отношениям, и вы будете чувствовать себя, как в любовном треугольнике. Почему? Потому что сам механизм любовного треугольника, он создает благодаря большинству манипулятивных механизмов, да, в отношениях. Вот, он пропадает, исчезает, потому что он в это время на свидании с другой, ну и многое другое. Второе, с чем мы путаем манипуляцию? Первое, любовные треугольники. Второе, это кризис отношений. Например, вы были 20 лет замужем с прекрасным принцем, у вас были замечательные отношения, вы утром просыпаетесь, вдруг он резко стал упырем. Это как раз не про то, что он упырь, а кризис отношений. Третье, с чем мы путаем манипуляцию, это когда мы находимся в отношениях с зависимым человеком. Наркоман, алкоголик, сексоголик, игроман, что еще? Медикаментозно зависимый. Вот, то есть, когда человек имеет какую-то зависимость серьезную, он тоже будет себя вести так, как будто бы он вами манипулирует. Хотя им руководит их зависимость. И последнее, что наиболее часто путают прекрасные наивные женщины, это безразличие. Как пишет Анна Богинская в своей книге, не каждый, кому мы безразличны, нами манипулируют. Вот так. То есть, в большинстве случаев, когда, например, вы встречаете мужчину или женщину, и вы ему безразличны, он может не ответить на звонок, он может или она не ответить на сообщение. Это происходит не потому, что в этом есть какой-то умысел, а потому, что просто все равно. И иногда ты даже вот думаешь, ну, надо ответить. Ну, ты просто забываешь, потому что тебе все равно. Вот. Ну, и соответственно, если вдруг вы постоянно влюбляетесь в мужчин, которым вы безразличны, и женщин, это про модель любви отвергнутая. Помните, я об этом пишу, и в исцелении любовью, и у меня есть вот именно определенная позиция по поводу моделей, о которых я рассказываю. То есть, вы думаете, что вы любите, а на самом деле, ваша деструктивная идея о несчастной любви ищет реализации. Вот. Потому что здоровая психика всегда выбирает тех партнеров, которые отвечают ей взаимностью. Как здоровье, я не люблю очень это слово, мы не психотерапевты, да? А ресурсная психика, психика, которая знает, как получить то, что она хочет. Поэтому для одних, путь, как я пишу, в порабощении любовью, отказ или нарушение договоренности становится причиной прекратить начинающие отношения, а для других становится историей, началом любви. И вот здесь вот, Оксана, я очень рекомендую вам подумать, вы действительно его любите или вам очень нравится страдать от неразделенной вот этой вот любви, да? Потому что вы ему безразличны. Потому что в большинстве случаев это как раз об этом. Мне нравится страдать, находиться в меланхоличном состоянии и мечтать о нем. И все это делает за вас ваша деструктивная модель любви, отвергнутая. И как только, например, человек начинает вас приглашать это свидание, а любовь резко заканчивается. Добрый вечер, Анечка. И все, добрый вечер всем, здравствуйте. Муж не поддерживает в моем деле, всегда раздражается, когда я работаю. Это подавление или манипуляция? Хочешь, чтобы сидела дома, а я хочу работать. Ну, это про страх потери. Поэтому вам нужно поговорить с ним об этом. О том, что это важно для вас. Договориться о том, как это сделать наиболее эффективно для того, чтобы поддержать друг друга. Нет, нормально. Ну, об этом надо разговаривать. Мужчины так себя ведут, когда они не разрешают работать. Как правило, это или страх потери, или страх конкуренции. Ну, естественно, иногда бывают абьюзеры, потому что, когда она от меня финансово зависит, она никуда не денется. У них есть такая идея. Ну, мне кажется, в здоровых отношениях бывает, когда особенно женщина не работала долго, а потом она такая раз, вся самостоятельная. И мужчину пугает это изменение мира. Он привык к одному миру, а тут мир начинает меняться. И он боится, что это повлияет. Вот, и устраивает все, как есть. Так же, как и у женщин. То же самое бывает. Вот. Когда мужчина меняет профессию. Был там, не знаю, бизнесмен, пришел, сказал, все, я художник. То есть, ты точно так же, ой, нет, 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 оставайся бизнесменом, потому что твой удобный мир может разрушиться. Вот. Поэтому нужно разобраться, что стоит за этим. Здравствуйте, от меня постоянно уходят, а потом приходят через неделю или месяц, а я все равно через месяц его отсутствия назад принимаю. Сколько времени надо его принимать, чтобы я его уже не захотела? Тогда, когда вы избавитесь от зависимости, ну, так мужчины обычно делают, и женщины, когда есть еще присутствие третья сторона. То есть, если он женат в любовном треугольнике, то вам немедленно нужно начинать смотреть мои видео, как любовный треугольник стал бермудским. Потому что любовный треугольник создает такую же зависимость, как отношения с психопатом, манипулятором, абьюзером и прочей нечистью. Поэтому, а если, например, мужчина так себя ведет, у него типа тревожный тип отношений, как вы себе, наверное, придумали, как оправдание, то на самом деле, скорее всего, есть еще третья сторона. То есть, он бегает от одной к другой, то есть, там он типа любит, а сюда он прибегает, когда его там послали. Но это в любом случае тот же любовный треугольник. Поэтому, естественно, он создает у вас адреналиновые выбросы, и создает у вас зависимость. Поэтому надо смотреть адреналиновую псевдолюбовь и начинать работать со своей зависимостью. Сколько времени надо после манипулятора? Несмотря что вы делаете. Если вы вчера расстались с манипулятором, и сегодня прошли любовь или зависимость, а через неделю прошли УДЖ, то через 2-3 месяца вы будете чувствовать себя абсолютно восстановленным, счастливым человеком, готовым к отношениям. Если вы ничего не делаете, лежите в пояс зародыша на тиване годами, иногда может уйти и 2, и 3, и 4, и 5 лет на восстановление. Если вы пошли на терапию, здесь уже все зависит от того, к кому вы попали на терапию, насколько этот человек профессионален, какие техники он применяет, в какое направление психологии он работает. Поэтому, то есть, тут уже очень многое может разных быть способов и решений. Сейчас, после неудачных отношений, боюсь знакомиться вообще. Я не знаю, как их правильно строить. Как быть? Ну, первое, это прописать страх, разобраться со своим страхом, ознакомиться, вот. И страх, что правильно строить. Я вам скажу интересную штуку, что вот деструктивные отношения надо строить. Созидательные отношения, они как бы строятся сами собой. Помните, главное правило Анны Богинской? Хорошо, это когда хорошо. И вот, собственно, когда ты, когда этому правилу действуешь, следуешь, то как-то все происходит очень легко. Ну, естественно, прочитать исцеление любовью, и тогда вы будете точно знать ответы на любой вопрос, касаемый отношений. Он убежал, можно так сказать, везде у него в черном списке, но забыть никак не могу. Ну, это про желание догонять, про гордыню, про отверженность. Ну, как бы любой здоровый человек, когда его так бросили без объяснений, везде заблокировали, он должен обидеться, разозлиться и сказать, я его ненавижу и больше не хочу видеть. Что делает зависимый человек или человек, который действует на гордыне? Я все равно заставлю его себя полюбить. Но он уходит как раз в состоянии, я никак не могу его забыть. Что именно вы не можете забыть? Если человек поступает в отношениях так, так он завтра вас и с ребенком выкинет на улицу. Если он даже не пояснил, почему он расстается, а просто сбежал. Вот. Ну, это же про тотальное неуважение. Завтра он сбежит, когда вы будете лежать в реанимации. Вот. Или вас собьет машина, стерто-стерто, или еще что-нибудь случится деструктивное, или вы заболеете, он сбежит опять и везде вас занесет в черный список. Вот это как бы наоборот. То есть, я еще раз повторяю, помните мои слова из порабощения любовью. Если мы ищем оправдание человеку, который причинил нам боль, с нами явно что-то не так. Потому что ресурсная созидательная психика должна реагировать на любое дискомфорт. Ну, когда нам делают очень больно или наносят удар, мы должны реагировать агрессией. То есть, нас наоборот, этот человек должен вызывать не чувство, любви, как вы себе думаете, хотя это к любви не имеет никакого отношения, а чувство ненависти за то, что он сделал с нами. Вот. И в этом смысле, как бы, это тоже большой показатель. Что, то, что мы чувствуем в момент, когда нам причиняют боль. То есть, это не про то, что я сейчас там пойду ему мстить, а про то, что я больше не хочу видеть этого человека. И это нормально. Потому что, когда с нами все нормально, мы должны реагировать именно вот так. Понимаете? То есть, человек должен, причинивший нам боль, вызывать у нас явную, четкую неприязнь. Оно никак не чувство любви. Понимаете? Мы не можем любить тех, кто причиняет нам боль. Это не про любовь. Это про зависимость, про страсть, про созависимость, про какие-то внутренние идеи, гордыню. Потому что я рассказала всем подружкам, теперь я непременно должна доказать всему миру, что он все равно со мной. Мы не понимаем, что мы продолжаем инвестировать свою психическую и самое главное, временную энергию в отношения, которые уже разрушительны для нас. И менее разрушительными они не станут. Они станут еще более разрушительными. И самое страшное всегда в этом всем лично для меня это потеря вот этого времени. Потому что правда заключается в том, что никто не вернет вам эти годы с абьюзером. 5, 7, 10, 15, 20 лет вы могли прожить в счастье, в гармонии, в радости. А вы потратили все эти годы на то, чтобы а, его переделать, б, доказать всему миру, что вы счастливая пара, при этом плача по ночам в подушку. И эти годы уже никто никогда не вернет. И вот в этом суть. Вы не понимаете, что вы боретесь не за то. Важно не то, с кем вы, а важно, как вы чувствуете себя с этим человеком. Потому что это ваша жизнь, это ваше тело, это ваше ежедневное доброе утро. В каком состоянии вы просыпаетесь, с каким состоянием вы подходите к двери и открываете дверь, когда заходите в дом. С чувством радости или с чувством, я не хочу туда возвращаться, потому что сейчас опять будет очередной скандал, или меня будут унижать или оскорблять. То есть, вот. И из этих кусочков состоит вся ваша жизнь. Потому что, когда через 100 лет вы будете лежать на смертном ложе, что вы будете вспоминать о собственной жизни? Вот это самое страшное с абьюзером. И как можно из гордыни за это бороться, когда мне кто-то из девочек пишет «Божечки, он меня бросил и сбежал». Я всегда говорю о том, что это самое лучшее, что с вами сделал Бог. Пройдет время, когда вы будете стоять на коленях и благодарить судьбу и жизнь, что он поступил именно так. А сейчас из гордыни вам кажется, что это большая вообще трагедия и печаль. Поэтому вот речь об этом. Могу сказать только то, что после я потеряла вкус жизни исчезли мои счастливые эмоции и я ничему никому не рада. Но вы страдаете, потому что ваше эго не может пережить вот это, вашу идею. Анна, благодарю за эфир. Поскажите, пожалуйста, как работать с гордыней? ПТО делала, но она не уходит. Поняла, что все мои деструктивные отношения из-за гордыни отношения. Ну да, вот эта история, что я его изменю, я докажу, он меня полюбит. Конечно, это из-за гордыни. Надо расположить ее на мелкие составляющие. Из чего она состоит? Вот. Что стоит за это? Вы же, я так понимаю, где вы находитесь? В клубе, наверное, в клубе «Жить жизнь»? Письменной техники. Вы можете прописать, у меня сразу прямо есть видео. Письменная техника освобождения от гордыни. Посмотрите, пожалуйста, его. А нет, до мужиков нету вот и вовсе. Вот пошла. То, о чем я говорила. Мужиков нету, вот и все. Вот это про ту программу, которая вами управляет. Вот, например, мной управляет, мужики кругом. Поэтому каждый раз, когда я захожу в ресторан, в нем сидит 25 мужчин и 2 женщины. А мы с вами живем в одинаковом мире. Понимаете? Помните мой пример с зелеными машинками? Когда мы стоим с вами на светофоре, держимся за руки, у вас задание считать красной машинкой, у меня зеленая. Мы стоим на одном светофоре, у меня 15 зеленых, у вас 20 красных. Но зеленых вы не видели, а я не видела красных. Вот в этом суть. Наше мышление избирательно. Оно выбирает в увиденном то, на что заточена наше бессознательное. То есть мы заходим с вами в одинаковую комнату. Я обращу внимание на синее кресло, кто-то обратит внимание на пятно на стене. Хотя мы находимся в одинаковом месте. Кто-то выходит из дома и видит грязь, а кто-то выходит и видит солнце. И вот в этом есть показатель, что находится в нашем бессознательном. А дальше мы реализовываем то, что там находится. И вот эта форма, их нет, надо срезать, убирать эту программу и надо немедленно прорабатывать. Внутри должна быть программа, что в мире полно мужчин, достойных, которые хотят создать со мной отношения. Вот. Так. Кругом одни мудаки, это тоже об этом же. Да, это совсем мудаки, а другие менее мудаки. Это тоже об этой же программе. Анна, если я знакомлюсь с парнями, общаюсь, потом они сливаются, игнорят. Я веду себя ненавязчиво, но дружелюбно, отвечаю на смс-звонки, почему так все заканчивается. Возможно, это ваша программа уже внутренняя, которую вы реализовываете, и жизнь вам указывает на это. Вот. Возможно, вы действительно ведете себя неадекватно, как-то. Я не знаю. Я же не ясновидящая, яснознающая. Поэтому мне сложно ответить, дать на этот ответ странный вопрос. Я могу сказать, что, ну, во-первых, бывает так, что после первого свидания человек понимает, что с вами конкретно он не хочет создавать отношения. Это не говорит о том, что вы плохая, или вы какая-то не такая, или с вами что-то не так. Просто конкретно этот человек, ну, у него не возникло на вас контакт, и на вас какое-то внутреннее движение. И в этом смысле надо быть благодарным этим человеку, что не забрал вас три года в жизни, а после этого не развернулся и не ушел, а что он сделал это сразу. Но что такое, они сливаются и игнорят, да, если они после первого свидания просто исчезают, то, возможно, это есть какая-то причина. Например, когда женщина, она приходит на первое свидание, начинает говорить, я так хочу детей, все, вот, или я хочу замуж, или у нее на лбу написано срочно выйти замуж. Мужчин такие штуки пугают. Женщин тоже некоторых это пугают. Вот. Когда, например, идет слишком какое-то вот навязчивое, какие-то, к очень серьезному на первом свидании склоняются. Наиболее легко люди, я пишу в этом исцелении любовью, входят те люди, отношения, которые, у которых не стоит прям этой задачи, которым настолько кайфово в своей свободе, в том, в любви к себе, в своих ценностях, вот тогда нас не хотят терять, и за нами бегут и готовы идти на другой конец планеты. Вот в этой легкости, когда для нас не цель, я создам отношения и женю его на себе, хочет он этого или нет, когда мы действительно можем позволить себе наслаждаться жизнью без мысли о том, что будет завтра. Потому что, когда мы начинаем очень далеко заглядывать в будущее, это, конечно, про страхи. Вот. Здравствуйте, Прага. Здравствуйте. Вот. Сколько раз нужно прописывать установку? Одного раз достаточно, если вы все правильно сделали триггеры, которые вы прописали в пункте 4, достаточно. В ПТО, в телесной технике освобождения единожды. Средств программы в большинстве своих тоже единожды. Идеальное отношение в природе это отношение богомолов. Да, я ищу пингвинов. Так, это так сильно про меня. А если я прожила в отношениях 20-го года, был абьюз в плане денег, жила в страхе, что не вытяну материально. Он умер. Сейчас 5 лет, я наслаждаюсь, что у меня нет никого. Ну, вот это как раз та история, которую я рассказывала, когда после каких-то очень сложных, длительных отношений люди просто не хотят. Это их сознательное решение, а не бессознательное. Потому что речь была нет отношений, это когда человек хочет отношений, а у него их нет. И он при этом говорит, я уже тренинги прошел, и там то-то, и к психологу на терапию хожу, отношений нет. Так вот, люди не создают отношения, тогда, когда на самом деле у них бессознательный, осознанный выбор одиночества. Неосознаваемый, вернее. Бессознательный, неосознаваемый выбор одиночества. Во всех остальных случаях, они бомжа на улице подберут и войдут с ним в отношения. То есть, когда человек хочет в отношения войти, он всегда в них войдет. Единственная причина, почему вы одни, это потому что на это есть причина. И причина это либо ваш предыдущий деструктивный опыт, либо ваш бессознательный выбор одиночества, либо нереалистичное ожидание. Вот все. Поэтому работаем с этим. Ладно, я вас обожаю, вас тоже очень люблю. А если отношения полгода, год после 12 лет брака, такие короткие отношения можно считать отношениями, как поиск своего человека? Все зависит от того, какая у вас цель стоит. Вот, если вы 12 лет и вы хотите погулять, возможно. Возможно, здесь форма такая. Я пишу об этом, что в среднем конфетно-букетный период заканчивается через 6 месяцев. Вот, гормональный коктейль в исцелении любой, помните, я рассказываю, кризис 6 месяцев. Если вы все время не переживаете кризис 6 месяцев, то, возможно, это нереалистичное ожидание. Вот то, о чем я рассказывала, что отношения должны быть вот такими вот, конфетно-букетными. Я в исцелении любови пишу об этом, если у людей все их отношения длятся полгода, то это говорит о том, что они в их голове, они мечтают не о нормальных здоровых отношениях, а они хотят всю свою жизнь провести в конфетно-букетном периоде, что, собственно, нормально после 12 лет брака возможно такой период. Телливера пишет, в одиночестве действительно более ресурсное состояние, учитывая, что бывшие ограничивали меня в средствах, во времени сознательно сижу в монаре. Спасибо вам. Спасибо за добрые слова. Анечка, здравствуйте. Когда-то я искала знания, ответы на свои вопросы. Нашла вас, люблю вас. Спасибо. Так, отформатировать флешку отвечала. Бывший говорил, тебя так, как я, никто любить не будет. Да, это одна из программ абьюзера. Вот, потому что здоровые мужчины никогда так не будут говорить. Они всегда говорят, ну тебя могут многие любить, так же, как и меня, это нормально. Мне нарцисс говорил, вас много, а хороших мужчин мало, я на всех жениться не успеваю. Да, это часто изменники говорят, что мужчины полигамные, а женщины моногамные. Я пишу тоже об этом в одной из своих книг, что когда вы слышите такую фразу, в 90% случаев перед вами изменник. Как минимум, абьюзер, как максимум. Вот, потому что ресурсная психика не делает того, что не хотела бы, чтобы сделали с ней. А если делает, то он понимает, что ему тоже могут изменить. Мужа 46 лет, кризис, ушел к любовнице, но кризис временевременно пройдет, и он захочет вернуться, а я одна, мне хорошо. Хотя иногда грустно, что семья распалась через 22 года. Ну, я в исцелении любови тоже об этом пишу, это кризис 20-25 лет. Очень часто в это время появляется любовница. Вот, не знаю, вернется или нет, это может быть по-разному, может и вернуться, а может и не вернется. Я бы на это не рассчитывала, я бы рассчитывала на свою счастливую жизнь, вот, на собственный кайф от жизни, а дальше уже будете рулить, потому как, если к этому моменту, когда он захочет вернуться, вы уже будете замужем за других, значит, так тому и быть. Не тратьте свое время на ожидания, я вас очень призываю к этому. Потратьте время на позитивные эмоции, на созидание, на ощущение себя, на познание себя, и вы еще молодая женщина, и очень много можете испытать эмоций, которые и, и не только эмоциональных, но и физических, неведомых вам в этих отношениях, поэтому не входите в ожидания. Они, как правило, если возвращаются, только тогда, когда ты не ждешь, и ты кайфуешь, и у него включается этот страх потери, ой, сейчас она найдет кого-то себе, и уже будет поздно. Вот. Так, благодарю. А эти программы может стоять как мужчина, так и женщина? Конечно, конечно. Женщина, что же бывает, орут там всякое во время скандала и тому подобное. Так, хорошо. Если, я вам, наверное, уже надоело, уже целый час с вами. Хорошо, я вас обнимаю, спасибо за этот прекрасный эфир. В воскресенье я буду на своей странице в фейсбук с темой, которая называется «Я его исправлю». Я вам действительно расскажу там, как можно исправить мужчину и женщину, поэтому подписывайтесь на мою страницу в фейсбук, и там будет эфир. Вот. Кроме того, в воскресенье я еще буду в клубе «Жить жизнь». Вот. Поэтому обнимаю вас. А, кстати, для тех, кто не знает, напомню, что в каждой книге «Бабочка» с уникальным кодом, с помощью которого вы можете совершенно бесплатно зарегистрироваться на сайте «Аннабагинская.ку», и попасть в клуб «Жить жизнь», где у вас есть сотни часов контентов на любые темы и ответы на большинство ваших вопросов. Спасибо вам огромное за ваши теплые слова и комментарии. Благодарю за ваши лайки, за ваши репосты. Вы у меня лучшие. Всем хорошего вечера, хорошего дня. Обнимаю вас душой. И пусть тот, кто действительно хочет отношения, найдёт самое счастливое, созидательное, наполняющее каждую минуту гармонией, счастьем, радостью. Вот. Ну и, конечно же, помните о том, что вы самое ценное, что есть в вашей жизни. Обнимаю вас душой. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.